Новый день встречаем вместе! Это программа Утренний Фрэш. Меня зовут Александр Лупиненко. Как всегда, я расскажу о культурных событиях Гомеля и Гомельской области и, конечно же, познакомлюсь с другими интересными фактами. Сегодня на территории Гомельской области будет сплошная облачность. Осадков не прогнозируется. Днем температура воздуха составит 3 градуса тепла. Ветер южного направления скоростью до 7 метров в секунду с порывами до 14. Внимание! Кастинг! Если вы любите телевидение, то мы ждем вас в нашу команду. Телеканал «Беларусь 4 Гомель» приглашает на кастинг ведущих в новости. Возраст 25+, высшее образование, а также хорошая дикция. Важно в совершенстве владеть русским и белорусским языками. Заявку можно отправить до 29 февраля. А более подробную информацию можно найти на нашем сайте tvrgomel.by, а также в нашей группе ВКонтакте и на нашей странице в Инстаграм. Творческий тандем Олега Лукашевича и Александра Алексеева хорошо известны в Беларуси и за ее пределами. Они единственные в стране журналисты, которые более 20 лет работают на самых престижных кинофестивалях. И одно из направлений их творчества – репортажная фотография, герои которой – мировые звезды. Их уникальный архив можно увидеть на выставке под названием «Старс» – знаменитости в объективе Олега Лукашевича и Александра Алексеева. Гости дворца Румянцевых и Паскевичей могут прогуляться по красной дорожке со звездами первой величины кино и шоу-бизнеса. И прочувствовать атмосферу мировых кинофестивалей не пропустите. В молодежном театре проходят гастроли театра Одесского разлива «Ланжерон» из города Харьков. Сегодня гомельскому зрителю покажут этюд в одном действии. Называется он «Нежность». Существует ли она или ее вовсе нет? А если есть, то для чего? На эти и другие вопросы гомельчане смогут поискать ответы, отправившись на пригородной электричке вместе с героями спектакля. Это два бывших одноклассника. Она мечтательница, он притемленный мужчина. Она хранит тетрадку со стихами про нежность и продолжает мечтать о принце на белом коне. А для него мир прежде всего материален. Ему смешны ее слова. Как же закончится эта встреча двух бывших влюбленных? Приходите в молодежный театр 25 февраля и все увидите сами. Артисты оркестра имени Василевского снова порадуют поклонников рока. Для них готовится очередной музыкальный подарок. 29 февраля в рамках программы «В стиле рок» прозвучат хиты, проверенные временем. Усилить впечатление зрителей помогут световые инсталляции и красочный видеоряд. Песни, которые прозвучат в этот день со сцены, многие знают наизусть. Поэтому вполне вероятно, что зрительный зал и солисты станут единым поющим хором. Место встречи – общественно-культурный центр. Живых бабочек показывают на выставке «Тропический рай» в картиной галереи Гаврила Ващенко. Главные экспонаты – хрупкие насекомые из Азии, Африки, Австралии и Америки. Им нужны особые условия, поэтому для того, чтобы не замерзнуть, в зале галереи воссоздан настоящий тропический климат. В помещении поддерживают комфортные для насекомых условия, так что посетители могут попасть практически в тропики. Экспозицию приходится постоянно обновлять, ведь бабочки живут от нескольких часов до недели. Доставляют их еще в коконах, а это говорит о том, что гости галереи могут стать и свидетелями необыкновенной метаморфозы. Как же куколки превращаются в бабочек? В первый день марта в Гомеле пройдет международный конкурс молодых исполнителей «Вокал Смайл». Он не только откроет молодые таланты, но и поможет раскрыть творческий потенциал участников. В конкурсе может принять участие каждый желающий в возрасте от 3 лет. Подробная информация размещена в группе конкурсов «Социальные сети ВКонтакте». Вход в день проведения мероприятия 1 марта свободный. 4 марта в областном центре будет проходить традиционный конкурс с мистер университета имени Франциска Скорины. Впервые он был проведен в 1990-м и в этом году состоится уже в 30-й раз. Частью конкурса станут 4 этапа – театральное, импровизационное, литературное и домашнее задание. В рамках последнего участникам предстоит своеобразная минута славы. Каждый всего за 3 минуты постарается доказать, что именно он самый творческий. Тема этого этапа будет посвящена Международному женскому дню. Всем участникам конкурса полагаются подарки и благодарности. Победители в отдельно взятых конкурсах получат свои заслуженные призы, а обладатели приза зрительских симпатий определят зрители. Кому же достанется титул «Мистер университета 2020»? Узнаем совсем скоро, 4 марта. Конкурс пройдет в актовом зале университета «Начало» в 18.00. 7 марта выставку-ярмарку в городском центре культуры проведет клуб гомельских ремесленников «Чаровные подарунки». В программе подарки ручной работы, авторские кондитерские изделия от Натальи Жаркиной, показ коллекции от модельного агентства «Марины Кабодарян», а также бесплатный мастер-класс. Всех желающих буду ждать с 11 до 18 часов. А тем временем народный вокальный ансамбль славянской песни «Ритмы сердца» готовит концерт к своему 15-летию. На сцене городского центра культуры выступят старшая вокальная группа коллектива и вокальная группа жартауницы. Также участниками мероприятия станут приглашенные гости. Руководитель коллектива Лидия Еловая. Концерт запланирован на воскресный день 8 марта. Начало в 15 часов. Белтель радиокомпания приступила к организации кастингов проекта «Х-фактор». Они пройдут во всех областях страны. Жители Гомельской области, которые пожелают принять участие, будут ждать 25 апреля во Дворце культуры Мозорский НПЗ. А 26 и 27 марта прослушивания пройдут уже в областном центре. Регистрацию участников здесь есть и ноль-ноль. Сами кастинги будут проходить с полудня до 20 часов. Попробовать свои силы в отборочном туре смогут участники в возрасте от 16 лет. Семь часов утра. Именно это время названо наиболее подходящим для завтрака. Специалисты отмечают, что лучше всего, если первый прием пищи придется на первые два часа после пробуждения. Пропускать его не советуют, ведь именно он запускает процесс метаболизма и дает организму необходимые питательные вещества. Кроме того, завтрак снижает вероятность переедания в течение дня. С утра рекомендуют выбрать для еды крупы, булочки, молочные продукты, овощи и фрукты. Такие продукты помогают надолго сохранить чувство сытости. Подводный фотограф сделал снимок единственного известного сейчас ученым розового ската. Эта особь была обнаружена в 2015 году. Фотограф увидел рыбу возле острова у восточного побережья Австралии. Специалисты утверждают, что его можно увидеть примерно 8 раз за 8 лет. По величине скат более 3 метров в диаметре. А что касается окраски, то по мнению ученых, такое она получилась в результате нарушения пигментации покрова кожи. Тело человека. Познавательная передача о вопросах здоровья. Статистика говорит, что большинство взрослых белорусов обращаются к врачебной помощи лишь по крайней необходимости. А количество тех, кто занимается самолечением и самодиагностикой, и вовсе сложно посчитать. В итоге это влияет не только на среднюю продолжительность жизни в стране, но и на ее качество. Первый шаг на пути к изменению такой ситуации – профилактика. На это и направлена программа «Тело человека». Смотрите сегодня на телеканале «Беларусь-4 Гомель» в 19.30. Добрый вечер, Гомель! Это разговор на актуальные темы. Рассказ о ярких событиях в жизни Гомеля и Гомельской области. Интересные гости в студии и известные ведущие телерадиокомпании «Гомель». Сегодня вечером смотрите новый выпуск, а также подписывайтесь на наш инстаграм и присоединяйтесь к нашей группе ВКонтакте. Включайте телеканал «Беларусь-4» в 20.25. Это прекрасная возможность приятно провести вечер всей семьей у телеэкрана. Звоните в нашу студию, делитесь вашими историями и принимайте участие в наших розыгрышах. Новый день с вами встречали «Утренний фреш» и я, Александр Лупиненко. Смело улыбайтесь окружающим и пусть они дарят вам хорошее настроение в ответ.